Мы у соседей занимали мешок угля, у родственников. Не в нашем районе купили этот уголь. И то не факт, что нам этого угля хватит, потому что зима неизвестна какая будет. А если среди зимы покупать, то неизвестно где. Почти месяц жители Локтевского района не могли купить топливо, чтобы затопить печь и согреться. Подобная ситуация сложилась сразу в нескольких районах Алтайского края. Особенно остров Локтевском. Прокуратура провела в свою очередь проверку и вынесла представление главам пяти сельсоветов района из-за нехватки угля. Директор МОК Масальской АТС по становлению прокурора привлечен к административной ответственности с назначением штрафа в размере 30 тысяч рублей. Поселок Масальский кипит. Жители возмущены тем, что рублем наказали директора местных тепловых сетей, а главе сельсовета выписали представление из-за нехватки угля. Жители говорят, что они невиновны, ведь уголь возили с райцентра, а там черного золота не было и в Фомине. Причем директор МОК Масальского ТС, если угля вообще не было, прокурор района штрафовал. Все в шоке. Жители поселка говорят, что именно районные власти не сформировали своевременно необходимый запас топлива. А те, в свою очередь, пояснили, что казахстанские разрезы прекратили отгрузку в Россию в начале ноября. Снабжали внутренний рынок. После многочисленных писем предприятие соседней республики начало отгружать топливо небольшими партиями. За последние две недели в Локсевский район пришло около тысячи тонн. Переговоры с поставщиками продолжаются. В разговоре с Акимом, замом Акима города Семей, мы разговаривали, он сказал, что до 15 числа, пока ситуация будет такая сложная, после 15 декабря, когда внутренний рынок Казахстана будет обеспечен хотя бы 10-дневным запасом угля, то вагоны в наши стороны пойдут. В данный момент снять напряженность в районе с углем нужно примерно полторы-две тысячи тонн угля еще сейчас, чтобы стабилизировать. Наши поставщики обещают в районе 15 декабря стабилизировать поставки. Приезжие жителям обещали наладить поставки угля к 15 ноября, поэтому к новому сроку они относятся, мягко сказать, скептически. А между тем, стоимость угля за тонну не снижается. 3100 рублей – неподъемная ноша для многих селян. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин.